Слово бригаде, которая работала здесь на воде и на суше, просто морская пехота, телевидение, телевидение Санкт-Петербурга. И, по-моему, всё получилось на славу, сейчас уже можно говорить об этом. И, по-моему, хороший подарок сделала федерация Миксфайт М1 и жителям Санкт-Петербурга, и всем россиянам, и, я думаю, все любители во всём мире с удовольствием этот турнир посмотрели, благодаря нынешним возможностям, которые умещаются в одном слове – интернет. Но я до сих пор, не то что с трудом, но всё-таки с неким изумлением отношусь к интернету. Очень сложно представить себе, чтобы ты мог оказаться где угодно, получить любую информацию, не сходя с места. Фантастика. Ну и вот такие же фантастические вещи происходят на нашем ринге. Александр Емельяненко, Джесси Гибсон. Первый раунд, и все взгляды устремлены на ринг. Александр, как всегда, очень опасен в стойке. И нарвался на такой тип удар из муай-тай, стопорящий удар или фронт-кик. Живот рухнул на спину, и сейчас Джесси Гибсон оказался сверху. Это начало, не характерное для Александра, но психологически он готов к любому развитию событий, потому что отрабатываются на тренировках любые варианты, и можно успешно действовать, лежа на спине, на боку, будь ты сверху, или вот так вот тебя соперник удерживает. Помните, бороться и искать, найти и не сдаваться. Действительно, нужно найти решение и воплотить его в жизнь. Казалось бы, все просто, но сделать это дано лишь единицам, которые щедро дренны от природы. Раз, которые трудолюбивы и дисциплинированы. Два, ну и что-нибудь для ровного счета еще, да, троица. Можно придумать. Ну, у кого хороший тренер, наверное. Три. А любовь зрителей и уважение соперников, это все придет, не волнуйтесь. Это я в первую очередь говорю молодым ребятам, которые лишь начинают первые шаги в спорте. Не обязательно это единоборство, но смотрим же мы с удовольствием и лыжи, и плавание, и волейбол, и что угодно. И футбол, регби. И вот, конечно же, миксфайт не может оставить равнодушным любого любителя спорта. И Александр выворачивается из положения лежа на спине, берет гильотину. И попытка проведения удушения. И вновь Гибсон сверху. Ай-яй-яй-яй-яй. Совсем не просто этот голландец. Ну, почти ровесники эти спортсмены. Джесси Гибсон, 27 лет ему. А Александру 26. Он из старого скола. Белгородщина подавила нам прекрасную звездную семью. И Федор Емельяненко, Александр Емельяненко. И родители, конечно, могут гордиться своими сыновьями. Но есть еще и брат Иван. Так что, я думаю, вот она. Простая русская семья. И такие фантастические высоты покорились этим парням, которые сейчас сами стали примером для многих молодых ребят. И преградой на пути у сильнейших спортсменов. Ну, вот Федор непобедимый чемпион, с которым хотели бы многие сразиться, а многие и избегают встречи с ним. Так что... Обычный небольшой город, симпатичный и уютный старый оскол, вот подарил нам фамилию Емельяненко. Александр взял руку и болевой прием. Мгновенно. А сейчас рука уже подана сопернику. Рука дружая. Вот весь в этом Александр. Он может сокрушить, но и подать руку помощи. Это тоже очень естественно. Он весь в этом. Однако еще клокочет и бушует все внутри. Взгляд. Взор горит огнем. Это бой, это воин. Прекрасный поединок. Закончился мгновенно. Очень ювелирно. И так, как надо. Джесси знал, с кем он сражается. Однако, несмотря на то, что начался поединок вот так, казалось бы, с переменным успехом, Александр просто вырвал эту победу. Через три года и тридцать четыре с полной первого раунда Павел Дюшову! Александр! Павел Дюшович! Павел Дюшович! Павел Дюшович! Битва на Неве! И свою битву Александр выиграл. Так же, как и наши спортсмены, которые участвовали здесь, в боях на этом уникальном ринге, установленном на стрелке Васильевского острова. Рядом с Эрмитажем, рядом корабль, ресторан, летучий голландец, растральные колонны. Нечто невероятное. Фантастический пейзаж ночной Невы, прожектора, кипельно-белые, условно, словно капитанские фуражки. Яхты и, конечно же, восхищенные болельщики. Все здесь. Все здесь ликует. И вполне, по-моему, закономерна радость болельщиков. И победа наша с вами сегодня на этом турнире. Закономерна. Потому что клуб Red Devil и федерация Mixed Fight M1 признанный лидер и в Европе, и в мире. И с нами считаются, ой, как считаются. Ну, а Александр сегодня, конечно же, триумфатор. Достается ему кубок. И вот этот...